Алё, 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 алё Детективные загадки, которые сможет решить Ещё бы А кто может их решить? Никто их не решит Детективные загадки, которые сможет решить только самый умный и сообразительный Добро пожаловать ребят, сегодня мы с вами поломаем себе мозг Поехали! Надеюсь, я не буду выглядеть сегодня максимально глупо Да, надеюсь, моё неполное высшее образование мне поможет В общем, недавно наткнулся на канал Точнее, мне высветилось в рекомендациях Вот это вот видео Вот, и оно меня заинтересовало своей картинкой Да, это настоящий просто кликбейт Я хотел его посмотреть, но подумал, а почему бы вместе с вами нам это не делать Давайте, в общем, начнём Если вам нравятся, ребят, загадки, обязательно ставьте большущий палец И спасибо вам, ребята, огромное за миллион подписчиков Скоро выйдет несколько видео по этому поводу Поэтому имейте в виду, давайте начнём И в этом видео вас ждут загадки Ага Я не видел её А теперь попробуй найти Ну, смотрите Ну, смотрите, если смотреть каждую То вот это сидит с ноутбуком Возможно, она, скорее всего, по цене Может быть, знаете, они сейчас разговаривали по телефону И, следовательно, она не успела положить трубку И, может быть, это она А значит, она собирается идти И только одна из девушек сидит за столом На котором две чашки кофе А значит, она кого-то ждёт Именно с ней у Джона свидание Женщина вызвала полицию и заявила, что её обокрали Она рассказала, что воры забрали дорогую картину Которая висела над кроватью Больше они ничего не взяли Поняв, что в квартире произошло ограбление Хозяйка сразу вызвала полицию и ничего не трогала Полицейские выслушали женщину Внимательно осмотрели квартиру И в итоге арестовали саму хозяйку Почему? Вот это прикол Пацаны пришли, взяли квартиру А может быть, заложенное донесение я даже не знаю Честно, я даже не понял Я что, настолько такой вообще тугодом? Может быть, она сама спровоцировала это ограбление? Тут же не говорится, чья это квартира Значит, она вошла в чужую квартиру? Логично Полицейские обратили внимание на кровать Она была аккуратно заправлена и не помята Хотя воры точно бы залезали на неё, чтобы снять картину Хозяйка же заявила, что до приезда полиции ничего не трогала А значит, она сама подстроила ограбление Ну я так и думал Но такие подробности О таких подробностях я бы никогда не додумался А сейчас вас ждёт несколько заданий на внимательность Напоминаю, что вы можете ставить видео на паузу Найдите двух одинаковых Ну, вот это и вот это, это очевидно А, это не те, потому что у них хвосты разные Попробуй ещё додуматься А, и сложно-то как А нет, вот и вот Два одинаковых А, вот и вот Вот и вот Вот всё, я нашёл Что? Что? Так тут вообще много одинаковых Либо у меня Либо у меня что-то не так Со зрением Найди два одинаковых А, ёлки-палки Ёлки-палки Вот этот Вот эти два Да? Да, 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 да Всё верно, всё верно Возможно, это, ребят, какой-то разогрев Ну, что тут Тут вообще просто всё очевидно Вот эти две собачки Нет, 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 нет Вот эти две собачки Вот эти две собачки, да? И ещё одна детективная загадка Ночью в музее произошло ограбление Воры забрали предметы старины Детективы допросили охранника Который работал той ночью Он рассказал, что пытался остановить Удирающих грабителей Они скрылись из музея Через аварийный выход Когда охранник приблизился к нему То кто-то резко открыл дверь С другой стороны Охранник сказал, что получил Сильный удар по голове Из-за чего потерял сознание Когда же очнулся То сразу же вызвал полицию После допроса Детективы арестовали охранника Заявив, что он причастен к граблению Почему они так решили? Ёлки-палки Ещё сложнее Я вообще сейчас мозг сломаю Правда Ограбили Побежал Ударили Возможно, всё подстроили Ёлки-палки Попробуй ещё мотивовать Раскатать Ой, я не знаю Я не знаю Просто не знаю Детективной загадки Ключ к решению Кроется в деталях Охранник заявил Что его ударило дверью Которую кто-то резко Открыл с другой стороны Да Однако по правилам безопасности Все аварийные выходы Из здания Всегда открываются наружу Чтобы было А вы знали? Легче эвакуироваться А значит Охранника Просто не могло Ударить дверью Когда он был Внутри здания Я вообще этот нюанс Не знал Правда Вообще Вот Не задумывался Об этом В Турции Многие чистильщики Обуви Предлагают Прохожим Свои услуги Совершенно бесплатно Однако в итоге Прохожие Всё равно Платят им деньги Что же такого Делают Чистильщики Обуви? Ой Я был в Турции Но Там же жарко Зачем там ходить Ботинках Я ходил вообще В этапках Для ответа На этот вопрос Вам нужно Представить себя На месте Чистильщика Обуви Представил Я чищу Обувь И как Мне забрать У него деньги Нет Только нет Пожалуйста Чтобы быть Точно уверенным Что вам заплатят Нужно просто Почистить только Один ботинок Бесплатно А за второй Уже попросить оплату Никто не согласится Идти в одном Чистом ботинке И в одном Грязном Это гениально Это просто Гениально Я просто Похлопнул Вот Вот я не знаю Это такой Маркетинговый Хочешь что ли Аааа Ребята Сколько я решил Сегодня задачек Ноль 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 Это что Свидетельствует Это свидетельствует Найдите на этих картинках Как можно больше Отличий У вас будет 30 секунд Ага Ставить видео на паузу Нельзя Окей Окей братан Ааа Так 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 Лапка Лапка Листик Ааа Дальше Кувшинка Ааа Вот это вот Листик Еще один Я буду приближать Ааа Крокодильчик Ааа Ааа И так же Дальше 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 Ааа Глаза у лягушки Аа Я на А Птелка 8 Дальше Итак Максимум На этих картинках Можно было найти 10 отличий Я 8 Вот они Аа Что я упустил Аа Я упустил листик Аа И вот это Все Все остальное я назвал Все правильно Ребят Пишите в комментариях Сколько вы отгадали Ребят Перед вами 4 двери Но спастись вы можете Только через одну из них За первой дверью Вас ждет Аномально низкая температура В минус 60 градусов За второй дверью Несколько огромных акул За третьей дверью Ядовитый газ Один вдох которого Убьет любого человека За четвертой дверью Солнце светит Настолько ярко Что земля буквально Горит под ногами Можете не входить В эти зверя А просто остаться Здесь починить Тут даже кровать есть Может пройти Даже несколько шагов Какую из дверей Вам выбрать Чтобы спастись Так у него шапка Я думаю Четвертую Выберет У него же шапка Аа Ну или бы Первый Либо первой Либо четвертую Я даже не знаю Вот правда Честно Честно ребят По чесноку Вот я вообще Вот первая Либо четвертая Я думаю четвертая Итак Для того чтобы Сделать правильный выбор Вам необходимо Подключить логику За четвертой дверью Земля начинает гореть Так как солнце Светит Аномально ярко Но как известно Ночью Солнце заходит Так что вам просто Нужно дождаться ночи И выбраться Через четвертую дверь Почти Я Я прав Но я не поддумался О том что Солнце 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 Ночью Да елки Палки Это так Просто Ядрен тебя за ногу Правда Палки Ну вот точно Джон попал В передрягу С местной мафией Теперь они пытаются Подослать киллеров Чтобы убить его Джон решил Не оставаться У себя дома И провести Некоторое время В отеле Он выбрал Дорогой отель Который хорошо Охранялся Джон Заперся В своем номере Через несколько часов В дверь Постучал мужчина И представился Сотрудником отеля Джон открыл Увидев мужчину Он испугался И тут же Выпрыгнул в окно К счастью Номер Джона Был на втором этаже И он не пострадал Вопрос Что же так Испугало Джона Не ну елки-палки За тобой Мафия Бегает Логично Он убежит Когда Джон Заселился В отель То обратил Внимание Что абсолютно Все сотрудники Носят Одинаковую Униформу Однако Мужчина Который постучался В дверь Был одет В другой костюм Джон Сразу понял Что это Киллер Которого Подослала Мафия Ну вот Почти Он понял Что это Мафия Но То что Там Он кого-то Обратил Внимание На кого-то Это Додуматься До этого Это вообще Это очень сложно Возможно Он просто Его узнал Как какого-то Другого человека Вот Номер 9 А сейчас Вас ждет Хитрая Детективная Загадка Которую Почти никто Не может Отгадать Окей Отгадал Подписывайся И ставь лайк Правда Прошлой ночью Из дома Было похищено Три вещи Фонарик Радио И зубная щетка По подозрению Были задержаны Летучая мышь Черепаха И свинья Кто же из них Грабитель Окей 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 Давайте посмотрим Внимательно На эту картинку Фонарик Радио И зубная щетка Хорошо Скорее всего Фонарик Нужен Летучей мыши И Скорее всего Ей нужна Зубная щетка Зачем черепахе Все На этом Мои рассуждения Закончились Скорее всего Летучая мышь Для решения Нам понадобится Немного логики И знаний Пойдем методом Исключения Как известно Летучие мыши Прекрасно Ориентируются В темноте А Как я опять Не додумался Я думал Вот зачем Вот действительно Правда Зачем летучие мыши Фонарик Если Может ориентироваться Тогда давайте Хорошо Без летучей мыши Из двух Выберем Четка Чтобы чистить панцирь Используют Для ориентирования Так называемую Эхолокацию То есть Улавливает Звук Отражающийся От предметов А значит Фонарик Им точно Не нужен Летучая мышь Не виновна У черепах Нет зубов Так что Зубная щетка Им не понадобится Кто бы додумался До того Чтобы чистить Панцирь Зубной щетки Вот кто Кто Покажите мне Пальцем Кто А зачем Свинье Радио Ну да Тут метод Исключения Работает Да елки-палки Да елки-палки Вообще Вообще Что такое Вообще Сложняк Конкретно А Больно Вот Вот Ради чего Ребят Мы все пришли Кто Из них Киллер Кто Если у него Пятна Значит у него Пятна явно От помидора У этого Нет ничего Возможно Правой Я думаю Что правильно Потому что Нет ни помидоров Ни перца Ничего Ааа Пишите свои версии В комментах Не забудьте Написать в комментах Понятно Вот так вот До меня Очень сложно Что-либо доходит Но 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 Если вам Конечно же Это видео Понравится То в будущем Будем делать еще Подобные видео И Развивать свою логику Так сказать Перед следующим Учебным годом Я думаю Все Кто смотрит Будет смотреть Эти видео Могут поступить Сразу же Детективное Училище Правда Я уверен Ладно ребят Я надеюсь Что вам это все Понравилось Действительно Очень интересно Правда Ссылка на канал Ссылка на это видео Будет обязательно Обязательно в описании Подписывайтесь на этот канал Также подписывайтесь На мой Ребят Канал Давайте наберем Полтора миллиона Два миллиона Подписчик Спасибо ребят Огромное Что смотрите Я вам очень благодарен Что вы есть Действительно От души Подписывайтесь На мой инстаграм На все социальные сети Все в описании Ребят Не забывайте Рассказывайте Друзьям Об этом Пусть тоже Проверят свою логику Можете также Показать это видео Своим родителям Почему бы и нет Действительно Ну а с вами был Как всегда Я Райли Ждем вам ребят Всем успехов Никогда не болейте Берегите Обязательно себя И своих близких Хорошего всем зрения И увидимся В новых видео Пока Я как в маршрутке Сижу